Лето, пора каникул и отдыха. Призываем всех провести его с пользой. Узнать что-то новое можно на нашей викторине. Сегодняшняя наша программа будет связана с темой лета. Это Бизон Шоу, я его ведущая, седим Имама Адыева, и мы начинаем. Как вас зовут? Махсад. Махсад, здравствуйте, это Бизон Шоу. В рамках нашей викторины вы отвечаете на 5 вопросов. За каждый правильный ответ вы получаете определенную сумму денег. Незгораемая сумма это 200 сомов. За пятый, наш самый сложный и последний вопрос, вы получите 500 сомов. Вы готовы? Да, готов. Лето, жара, как вам погода в целом? Отлично, только душно. А какое самое любимое время года? Для меня зима. Зима? Да. Ну, я думала, вам будет сложновато. Ну, просто люблю зиму, а так все остальные времена года тоже нормально отношусь к ним. Хорошо. Ну, вы готовы, начинаем? Да, начинаем. За первый вопрос вы получите 50 сомов, он самый легкий. Кто это? На цветке цветок пьет цветочный сок. А. Пчела. Б. Бабочка. В. Муха. Г. Комар. Ну, это пчела собирает нектар, наверное. На цветке цветок пьет цветочный сок. Я хочу вам напомнить о том, что у нас есть, у вас есть шанс получить подсказку 50 на 50. Только 50 на 50, потому что у нас всего 5 вопросов. Затягиваю нашу игру, потому что это самый легкий вопрос. Задаю вам его еще раз. И следующий ваш вопрос, ваш ответ я принимаю. Хорошенько подумайте. Кто это? На цветке цветок пьет цветочный сок. А. Пчела. Б. Бабочка. В. Муха. Г. Комар. Давайте, пускай будет бабочка тогда. Она больше всего приближена к цветку. Хорошо. Я, как и сказала, что ваш следующий ответ я... Засчитываю. Засчитываю, да. На цветке цветок пьет цветочный сок. Конечно же, это бабочка, потому что она похожа на цветок. Вы получаете 50 сомов, но напоминаю о том, что несгораемая сома это 200 сомов. Следующий вопрос. Как называется слабый дождь, при котором на небе нет туч и часто светит солнце, после которого начинают расти грибы? А. Ливень. Б. Град. В. Слепой дождь. Г. Грибной дождь. Давайте 50 на 50 выберем. 50 на 50? Да. Хорошо. В. Слепой дождь. Г. Грибной дождь. Я точно знал. Ну, грибной дождь давайте ответим. Уверены? Я не уверен, но правильно или нет, все равно это мой ответ. Грибной дождь. Мужчины всегда они такие смелые, даже не задумываются и сразу принимают решение. Грибной дождь. Да. Хорошо. Я принимаю ваш ответ. Дождь, при котором на небе нет туч, но все равно светит солнце, после которого начинают расти грибы. И это грибной дождь. Да, вы правильно ответили. Вы получаете 100 сомов. За следующий ответ, за третий вопрос, за правильный свой ответ вы получите 200 сомов. Идем дальше. Идем. Что, согласно пословице, лучше готовить летом, если телегу лучше готовить зимой? А. Сани. Б. Ролики. В. Велосипед. В. Г. Самокат. Готовь, Сани, летом. Это мой ответ. Сани. Прямо сразу, 100%. Ну да, потому что другой ответ не подходит. Как вы и сказали, мой любимый сезон года – это зима, холод. Так что и мы готовим сани летом. Человек, который любит Диму, обязательно должен это знать? Да. Сани. Сразу же принимаю. Это правильный ответ. Это Сани. Вы получаете 200 сомов. У вас эта сумма не сгорает. В любом случае, если вы неправильно ответите на следующий вопрос, вы получите эти деньги. Да. Да, я понял. Хорошо. Поэтому переходим на следующий вопрос, четвертый вопрос. Вообще любите геометрию? Да, люблю. Один из самых любимых. Вы студент или школьник? Я уже давно закончил. Давно закончил. Один из самых любимых предметов? Да. Это была алгебра и геометрия. Я не горжусь знаниями, как бы не хвастаюсь в этих областях, но просто любимый предмет был. Ну, в современном мире на сегодняшний день очень сложно встретить мужчину, который любит геометрию и алгебру. Поэтому это очень классно. Следующий наш вопрос будет связан с геометрией. Самая солнечная фигура в геометрии? А. Отрезок. Б. Круг. В. Луч. Г. Треугольник. Луч. Круг тоже похож на Солнце, да, но луч по теории самый приближенный, потому что Солнце испускает лучи Солнца, так сказать, и мой ответ – луч. А в геометрии вы уверены, что есть такая фигура? Ну, это не фигура, а это, как сказать, вообще определение луча, он имеет начало, но не имеет конца, это бесконечная линия. Так же и у Солнца, его лучи не имеют конца, пока, не знаю. Я принимаю ваш ответ. Все, сто процентов, вы уверены? Да. Хорошо. Мы принимаем ответ – луч. Солнечная фигура в геометрии считается, что это луч. Да, я вас поздравляю, вы получаете 300 сомов, и за последний правильный ответ, за пятый вопрос, вы получите 500 сомов и сравните нашим победителям. Готовы? Да, готов. Хорошо. Следующий вопрос. Если вокруг муравейника много муравьёв, какая погода, согласно народным приметам, нас ждёт? А. Тёплая. Б. Дождливая. В. Ветреная. Г. Хорошая, без дождя. Дождливая. А у меня ещё остались подсказки? Нет. Можно ещё раз во впрос и варианты? Если вокруг муравейника много муравьёв, какая погода, согласно народным приметам, нас ждёт? А. Тёплая. А. Тёплая. Б. Дождливая. В. Ветреная. Г. Хорошая, без дождя. А. Тёплая. А. Тёплая. Давайте ответим, дождливая, потому что будем предполагать то, что муравьи будут готовиться закрывать свой муравейник, так сказать, защищаться… кучком собирается это делать готовятся закрытию муравейника так сказать потому что я не знаю ответ на этот вопрос изучали муравьев и раз уж они кучков собираются не закрывает свой дом но помимо любимого предмета алгебры геометрии я с детства очень любил смотреть фильмы bbc про насекомых про животных и по моему где-то там чертогах памяти так сказать да что-то такое осталось наверное я могу ошибаться но это мое предположение просто на конопице целов и мы сейчас не а bbc мы сейчас о народных приметах да но как мы все знаем что народные приметы берутся неспроста а из наблюдений человека многолетний опыт наших предков так сказать логически тоже так скажем я зачитываю вопрос последний раз и следующий ваш ответ я принимаю сразу если вокруг муравейника много муравьев какая погода согласно народным приметам нас ждет а теплая б дождливая в ветреная г хорошая без дождя давайте дождливая все таки все таки дождливая все таки вы не остановитесь на своем поэтому хорошо я принимаю ваш ответ как и пообещала если вокруг муравейника много муравьев знаете о том что погода будет хорошая без дождя следующий раз вы обязательно я думаю это запомните особенно когда вновь и вновь каждый сезон будет наступать лето будете вспоминать нашу визу шоу и вспоминать этот ответ и я хочу все-таки сказать о том что у вас была несгородная сумма 200 сомов поэтому мы как и обещали вручил вам эти деньги вы становитесь богатым на 200 сомов держите это ваши так скажем прямо раз за мои знания ваш гонорар за ваши знания вас поэтому поздравляем куда потратить здесь снова мороженое купить или нет наверное оплачу за свет очень банально да вы уверены что хватит эти деньги да потому что я живу один тем более лето отопление ничего такого нету чуть останется даже на дорогу вообще настолько прям рассчитаны у нас мох сад поэтому поздравляю вас рада что вы выиграли 200 сомов спасибо до свидания хорошего лета процветание вашей к вашей программе очень приятно что такие мероприятия у нас тоже в городе так сказать происходит немного отвлекают от суеты наших будней так сказать и очень приятно тематически тоже очень заходит наверное люди будут освежать теперь свои знания и по геометрии по народным предметам тоже принадлежат аморарика д 가운데 20 тонн 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 Продолжение следует...